Еще одна тема из другого региона, мы ее вчера комментировали, но еще раз отмечу, что Россия глубоко сожалеет в связи с низким качеством уголовного расследования катастрофы малайзийского Боинга на территории Украины в 2014 году, его политизированностью, которые стали уже окончательно и всем очевидны после вчерашнего выступления представители совместной следственной группы. Вчера от их лица звучали абсолютно безосновательные, фактически голословные утверждения о якобы пересечениях российской границы военной техники, сбившей Боинг. Было очень много громких слов, ярких кадров, картинок, ссылок на фотографии, видео из интернета. Были такие ссылки и на, подчеркиваю, так и не обнародованные спутниковые снимки Соединенных Штатов Америки. Были какие-то абсолютно абстрактные украинские разведданные. Кстати, это к вопросу об адекватности факта участия Украины в расследовании. И особенно много внимания уделялось абсолютно непонятным записям перехваченных в телефонах переговоров якобы ополченцев Донбасса, которые представители совместной следственной группы с такой пафосом презентовали. Только вслушайтесь в качестве неоспоримых доказательств и как факта сопричастности ополчения ДНР к преступлению. Над одной из этих записей, которая в свое время была размещена в Ютьюбе, она доступна, кстати говоря, компетентные российские специалисты провели профессиональную экспертизу. Четко было установлено, что это монтаж. То есть, другими словами, это абсолютно стопроцентная подделка. Запись разбита на фрагменты, и в нее добавлены посторонние комментарии, что делает невозможным определение места и времени представленных разговоров. И, конечно, их достоверность невозможно в этой связи ничем подтвердить. Как без этих исходных данных, на самом деле самых важных, можно сделать какие-то выводы, вообще непонятно. Мы вновь, несмотря на наши ожидания, мы вновь не услышали конкретики, и конкретики, которая была обоснована на фактах. Снова мы были свидетелями потока ипотажных, весьма ипотажных заявлений о том, что все доказательства у нас есть, но мы их вам не покажем. А всю информацию можно почерпнуть в интернете. Это уже стало доброй традицией. Мы не теряем надежды и вновь призываем коллег обратиться к фактам, начать работу с достоверной информацией и, конечно, аргументировать ее. И, конечно, российская сторона вновь заявляет о желании в этом помогать. Японская телекомпания «Асахи». Марина Владимировна, не подскажете, какие дальнейшие действия предпримет Россия в связи со сложившейся ситуацией вокруг расследования крушения малазийского боинга на Украине? Что Россия будет делать, если ее или пророссийские силы признают виновными в этой катастрофе? Ну вот видите, как интересно получается. Вот даже вы говорите о том, что... Вы понимаете, какая же... Мы к этому привыкли. Но даже постановка этого вопроса говорит о том, что общественное мнение сформировано. Оно доформируется сейчас. Вот этот вопрос – это просто прямое доказательство того, что два года огромный потенциал был задействован не на поиск фактуры, не на поиск данных, а на то, чтобы сформировать общественное мнение, которое, несмотря на отсутствие решения, на отсутствие каких-либо даже визуальных материалов, сказал, что вы будете делать, когда вас признают виновными. Понимаете? Это фантастика. Но это 2016. И что мы будем делать? Я думаю, что мы сделали немало. Была проведена огромная работа всеми теми, кто так или иначе мог бы предоставить информацию с российской стороны о том, что случилось. Один концерн «Алмаз-Антей» совершил просто, не знаю, мне кажется, невозможное. Это были и эксперименты, это были и выкладки, это были и материалы, записи и так далее, и так далее. Мы будем продолжать предоставлять фактический материал и будем работать с тем материалом, который предоставляют, в частности, по линии, предоставляются по линии следственной группы совместной, рассматривая эту доказательную базу, пытаясь найти там что-то, что действительно может использоваться в качестве доказательств, а не просто элементов такой пропаганды. Да, пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...